Дорогие друзья, я вас приветствую. И прежде всего я хочу вам пожелать мира, добра, любви и гармонии. Это те составляющие, без которых невозможно творить и созидать, и уж тем более кому-то помогать. Меня зовут Ольга, я сотрудник экологической библиотеки и куратор проекта «Мы в ответе». Название проекта не случайно, но в ответе это часть фразы многим вам известной из сказки французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». А звучит она полностью, как «Мы в ответе за тех, кого приручили». Поэтому основная деятельность в рамках проекта будет направлена на поддержку и помощь бездомным животным города Манчегорска. Проект будет реализовываться в течение 2021 года. Он короткосрочный, и мы прекрасно понимаем, что за такое короткое время нереально, невозможно изменить ситуацию в корне, которая сложилась с животными, которые остались без хозяев. Но даже если за это время силами волонтеров удастся помочь животным, которые оказались на улице, может быть, пристроить их приюты общественной организации, которые у нас существуют в городе, или взять кому-то на передержку и в конечном итоге найти для них добрые руки, то это будет большой вклад в это очень светлое, хорошее дело. И уже сейчас, в первую очередь, я хочу очень поблагодарить команду волонтеров, которые уже включились в проект. Они специально для вас записали небольшие ролики, которые освещают деятельность нашего проекта. Это своего рода видеообзор, видеообъединение, видеопризыв. Кто, если не мы? Мы узнаем, что наша страна на третьем месте по содержанию домашних кошек. Мы будем делать из камешков сувенирных котиков. Принимайте участие в мяу-мастерской коты для доброты. Сувениры потом можно будет обменять на кошачьей комнате для бездомных кошек. Мы в ответе! В апреле в рамках проекта «Мы в ответе» планируется провести волонтера-десант «Дай им шанс на жизнь» с целью сбора информации и составления волонтерами карты города с местами обитания бездомных животных. Для этого каждый желающий может прислать в сообщениях группы ВКонтакте «Экологическая библиотека. Город Манчегорск» фотографию с точным указанием адреса обитания бездомного животного. Таким образом мы даем возможность животным не остаться голодными и возможно найти своих хозяев. Мы в ответе! Меня зовут Василиса. Я в четвертом классе. Я люблю животных. У меня дома живет пес по кличке Вулкан. Немецкая овчарка. Он умный, дрессированный. Я с ним часто гуляю. Он мой друг. Вы тоже можете рассказать о своих домашних питомцах. Принимайте участие в онлайн-марафоне видеороликов «Песная пушистая компания». Он пройдет в мае. Участвуйте в проекте. Меня зовут Вероника. Я учусь в четвертом классе. Теперь в школе имени Аркадия Багадова. Я очень люблю животных. У меня дома живет собака. Порода Йорка по кличке Фроси, но полное имя не в России. Но это еще не все. У меня живет бывший подвальный кот Семен. Чтобы люди лучше понимали собак, придумана специальная наука о собаках. Называется кинология. В рамках проекта мы в ответе. В июне будет проходить габ-викторина. Кинология для чайников. Принимайте участие в викторине. Принимайте участие в проекте. «Ах, как хочу изучить ей собачий язык. Мне о многом ей надо сказать. А потом попросить и меня научить. Как бесов всех людей понимать. Мы в ответе». Всем здравствуйте. Меня зовут Александра Гикина. Моя семья помогает бездомным животным. Мой младший сын никогда не придет на улице мимо брошенного котенка или щенка. Он обязательно зайдет в магазин и купит им какую-нибудь вкусняшку. Остальные члены семьи также активно помогают бездомным животным. Порой мы выезжаем за город на предприятие, где живут собаки, у которых нет хозяев и кормим их. В сентябре на базе экологической библиотеки пройдет акция «Добра. Зверополис» по сбору кормов и лекарств для бездомных животных. Я призываю всем поучаствовать в этом добром деле, потому что мы в ответе. Россия не чаще заводят новашних животных, чем жители других европейских стран. Но несмотря на то, что около 80% владельцев считают питомцев членами своей семьи, многие животные впоследствии оказываются на улице по вине безответственного отношения людей. Не в каждом городе есть приюты для бездомных животных, но в каждом городе имеются неравнодушные к этой проблеме люди. Группа волонтеров из города Мурманска уже более 12 лет оказывает помощь бездомным животным, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Возможно, многим из нас будет интересно познакомиться с опытом этих ребят. В октябре в рамках проекта «Мы в ответе» состоится встреча-диалог «Своя история» с представителями фонда поддержки бездомных животных «Ищу человека». Мы в ответе! Мы – Мончегорская местная общественная организация «Приют для бездомных животных Прошкин Дом». Нас немного, все мы помогаем животным исключительно на энтузиазме, свободной от работы, учебы и семьи время. За последний ушедший 2020 год наши группы забраны с улиц от казняков и бывших домашних 245 котов, кошек и котят, пристроено в семье 213, стерилизовано, кастрировано 73. Три кошки выпущены в среду обитания, где курируются, просившими за них людьми по программе «Шанс». В рамках проекта с хэштегом «Мы в ответе» каждый может оказать посильную реальную помощь нашим городским общественным организациям, которые занимаются бездомными животными. В ноябре будет проводиться благотворительная акция с хэштегом «Чем можем, тем поможем». Вы также можете принять участие в этой акции. Чем больше людей будет знать о наших делах, тем эффективнее станет пристройство всех наших подопечных. Помогайте информационно, делясь новостями и делая репосты истории про бездомных животных. Вы можете помочь передержкой. Взять животное на время, пока мы будем искать ему дома. Если вы увидели на улице бездомное животное, вы не можете его временно прийти у себя. Разместите его фото у нас, подарив ему шанс выжить. Лекарства, транспорт, печать-листовок, любая помощь важна. Вы можете взять в семью бездомное животное у нас в группе. Которая мечтает о вас и готова ждать вас всю свою жизнь. Вы можете поддержать нас финансово, приняв участие в одном из сборов на конкретно операцию, покупку корма или оплату передержки. Что нам необходимо? В первую очередь это сухие корма, влажные корма, миски, лоточки, лежанки, домики. Бездомные, беззащитные, брошенные кошки, коты и котята. Они одни в этом жестоком мире. Каждый из вас может помочь бездомным животным обрести главное и единственное дом и любящую семью. В нашей группе вы найдете всю исчерпывающую информацию об одиноких животных, которым нужен хозяин. А также сможете принять непосредственное участие в судьбе и помочь в поисках нового дома для животных, которое в этом нуждается. Группа придерживается одной общей цели. Мы хотим, чтобы несчастные, бедные и выброшенные животные тоже обрели дом. Завершится наш проект встречи и презентации «Волонтеры года», на который мы подведем итоги нашего проекта и отметим самых активных волонтеров. Еще, друзья, в рамках площадки «Добра и творчество. Время дарить тепло» каждый из вас может оказать информационную поддержку проекту «Мы в ответе». Для этого достаточно в сообщениях ВКонтакте, в группу «Экологическая библиотека. Город Манчегорск» прислать любую интересную, полезную, важную информацию о животных. И, конечно же, в свою очередь мы будем опубликовывать информацию, делать посты о бездомных животных, которые нуждаются в семье, в хозяине. Каждый из нас может по возможности, ну и, конечно же, по желанию принять участие в проекте «Мы в ответе» и тем самым помочь бездомным животным нашего города. Спасибо вам большое за внимание, за то, что вы досмотрели этот ролик до конца. Присоединяйтесь к проекту «Мы в ответе». Мы будем очень рады. Присоединяйтесь к проекту «Мы в ответе».